Добрый вечер на ТНВ новости в субботу в студии Альбина Солгораева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Отмена пропусков и фестиваль на 25 тысяч человек. Да, через триквартальный проезд, да, через дворы, но так и иначе, значит, жители своего дома имеют возможность доехать. О последних приготовлениях в Казани к Чемпионату мира по футболу узнал Сергей Хайдаров. На праздник футбола без лишних вещей. Как без проблем попасть на фестиваль болельщиков? Инструкцию подготовил Слават Мухаммадулиан. На старт, внимание, марш! Три, два, один, побежали! Это как раз тот способ и та возможность подружиться, найти новую точку соприкосновения. На кроссе корпорации побывала Алина Мусина. Когда старые заборы, это новый пейзаж. Те же ворота, посмотрите, там сколько оттенков цветевых. Зачем художники со всей России пишут деревню в Буинском районе? И что у них получается Алина из Анатольевна? Крупнейшая теплоэлектроцентраль Казани. Филиал ТГК-16 ТЭЦ-3 отмечает свой полувековой юбилей. Эту станцию запустили в 1968 году. В 2010 году она перешла под крыло компании ТАИФ. И началась масштабная модернизация. Сегодня станция заслужила репутацию одного из самых надежных поставщиков тепла и электроэнергии в регионе. Тожество по поводу юбилея собрались несколько поколений энергетиков. Это действующие сотрудники, ветераны и те, кто стояли у истоков предприятия. Свои поздравления энергетикам прислал Рустам Мениханов. Он отметил, что ТЭЦ-3 одна из самых передовых в стране и работает по лучшим стандартам энергоэффективности и экологичности. Это одно из самых современных предприятий энергетики, которые есть у нас в республике. Проведена глубокая модернизация. Сегодня это предприятие является по своим техническим и экономическим показателям одним из лучших предприятий нашей страны. Мы гордимся вашими успехами. И, конечно же, в этот день особые слова благодарности и поздравления хочу обратиться к ветеранам предприятий, которые создавали вот этот фундамент. И сегодня предприятие прекрасно работает. Хочу поблагодарить группу компании ТАИФ, которая реализует эти инвестиционные проекты. Ну и, конечно, ТЭК-16, который объединяет вот эти энергетические мощности и сегодня конкурирует на энергетическом рынке. Энергетики вручили Рустаму Мениханову макет электростанции. К поздравлению сегодня присоединился премьер-министр Алексей Песошин. Он вручил сотрудникам станции государственные награды. Их получили лучшие работники предприятия. За этот исторический период предприятиям пройден большой, сложный путь. Накоплен огромный опыт, проведены масштабные преобразования, подготовлены высококвалифицированные кадры. Сегодня казанской ТЭЦ-3 удается успешно решать важную задачу бесперепойного снабжения потребителей тепловой и электрической энергии. В свои 50 лет ТЭЦ-3 встречает модернизированный и вдвое мощный. Появился новый газотурбинный энергоблок. Станция стала второй опорной в энергокольце Казани. Сейчас электрическая мощность станции составляет без малого 800 мегаватт. Тепловая – более 2000 гкал в час. Развивать промышленный, а вместе с ним и экономический потенциал, возможно, здесь имея крепкий тыл, надежное и бесперебойное энергоснабжение. Уже полвека казанская ТЭЦ-3 обеспечивает теплом и энергией город Казань, его жителей и крупные промышленные предприятия республики. Как отмечают, благодаря ТЭЦ-3 население и предприятие обеспечено надежным энергоснабжением по самым низким тарифам в Казани и одними из самых минимальных в республике. Граммный ресурс нашей станции – это коллектив. Споченный, надежный, сработанный, способный справиться с любой поставленной задачей, ликвидировать любую внештарную ситуацию. Сегодня сотрудники ТЭЦ-3 с гордостью говорят, что несчастливы, что работают на таком предприятии. Очень рад этому событию. 50 лет отмечаем станции. Дай Бог здоровью всем. Я очень горда. Мне очень приятно работать с такими людьми. Я просто счастлива. Как пообещало руководство группы компании ТЭЦ-3, казанская ТЭЦ-3 дальше будет идти по пути прогресса и стараться делать все, чтобы жизнь татарстанцев была комфортной. Дмитрий Аринин, Ричард Мухаммедов, ТНВ, Казань. Обеспечить жесткий контроль качества объектов, возводимых в республике. С таким требованием обратился сегодня к контролирующим органам Рустам Мениханов. В Доме правительства прошло традиционное субботнее совещание. Президент напомнил, что проверяющие должны четко отслеживать качество строительных работ и используемых материалов. Кроме этого, Рустам Мениханов потребовал, чтобы на стройплощадках не было мусора, грязи и соблюдалась техника безопасности. У вас качество объекта будет совершенно другое. Если вы будете соблюдать все эти требования, пыль, грязь, мусор, неужели вам это нравится? Я также обращаюсь к руководителям наших муниципалитетов. Вы часто посещаете объекты, делайте замещание. И вашим личным примером, чтобы инструкции по технике безопасности вам засчитывали, чтобы вы имели все необходимые перчатки, каски. Вот эта культура от вас начинается. В Татарстане началась программа капремонта пожарно-спасательной техники. Сегодня Рустаму Мениханову показали машину, которую обновили по этой программе. Но ее реализацию выделено в 80 миллионов рублей. В этом году капитально отремонтируют 36 пожарных автомобилей. Сегодня мы показали первую технику пожарной автосцены, которую мы сделали капитальный ремонт в рамках этой программы. Должен сказать, что радуемся, что пожарная автосцена, которая, скажем так, вид был уже совершенно не в той конец, которая сегодня есть. Мы имеем сегодня новую, вторую жизнь для пожарной автосцены. Казанского матроса Черноморского флота наградили орденом мужества спустя 63 года. Емелин Михаил награжден орденом посмертно. Вручили его младшей сестре матроса более подробно о подвиге нашего земляка в репортаже. Эта награда искала своего героя 63 года. Сегодня за ней пришла сестра Михаила Емерина. Герой родился и вырос в селе Чепчуги Высокогорского района. Оттуда ушел служить. На Черноморском флоте он был матросом. В армию ушел. Служить было там пять лет. Моряком пять лет. Потом селали им на четыре года. И он прислал, что скоро заявлюсь домой. Через год. Мы его ждали. Но 29 октября 1955 года затонул флагман советского морского флота линкорного российского. Он был подорван ночью в северной бухте Севастополя. Михаил в эту ночь нес вахту, взрыв, но он не покинул корабль. Бросился спасать тонущих сослуживцев. Тогда погибли 600 моряков. И сам он не выжил. Ребята, солдаты, офицеры, моряки, генералы. Все в первую очередь думают о спасении жизни товарищей, жизни друзей, жизни своих подчиненных. А уже потом думают о себе. Только в 1996 году выяснится. Новороссийцев представили к наградам. За мужество, отвагу и самотверженность матросы Емирина должны были наградить орденом. Однако по разным причинам родственникам награду вручили только сегодня. Радик Фархулин, Ленар Геннатолин, Лишат Мухаметов, ТНВ Казань. Отмена пропусков, наклейки качества для пунктов питания и 200 тысяч туристов. Сегодня в Казани рассказали о готовности к чемпионату мира. Большое внимание организаторы уделили зоне болельщиков у центра семьи Казан. Там будут показаны все встречи Мундиале. А после матчей зрители развезут 400 автобусов. В предвкушении старта репортаж Сергея Хайдарова. Если до начала чемпионата мира по футболу в России осталось чуть больше 4 дней, то Казань примет его на 2 дня позже. 16 июня свой первый матч на Казань-арене сыграют сборные Франции и Австралии. И в этот день в столице республики ожидается прибытие 2000 туристов. Но на протяжении всего чемпионата в Казани побывают 200 тысяч гостей. К их приезду город практически готов. Радовать глаз туриста должно все. Архитектура, достопримечательности, сервисы, конечно, люди. Казань утопает в цветах и зелени. Высажены 19 тысяч квадратных метров цветников и 4 тысячи деревьев. Праздник футбола для многих станет и праздником живота. 104 пункта общественного питания получили специальную наклейку качества. Это значит, там есть татарская кухня и говорят на английском. Есть утвержденный, так скажем, нами внутренний список. Все те учреждения, которые по тем или иным причинам приняли решение не выполнять его в стопроцентном объеме. Мы не можем брать на себя ответственность именно делать отдельные рекомендации. Многое сделано, но кое-что еще предстоит. 15 июня откроется общественное пространство набережной озера Кабан. А вот зона болельщиков у Чаши уже готова. Причем для развоза туристов подключат дополнительный транспорт. Будет задействовано почти 400 автобусов, 200 трехсекционных трамваев, 29 троллейбусов, в том числе 100 дополнительных автобусов по проспекту Ямашево и 10 троллейбусов по улице Дорадского. Мудяль еще не начался, а туристическая полиция и волонтеры уже на службе. Главное испытание для них, по мнению Ильсуры Медшина, это фан-фест. 25 тысяч человек, работа с 8 утра и до 2 ночи. И так до финала чемпионата. Люди не должны уставать, должна быть подмена. При всем нашем опыте, вот такой нагрузки и такой ответственности в течение месяца, но он стоп, без единого выходного, мы еще не проходили. Главной репетицией перед фестивалем болельщиков станет День России. Попасть на праздник у Центра семьи Казан сможет любой желающий. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Владимир Путин накануне старта чемпионата мира по футболу выступил с обращением. Президент поприветствовал участников Мундиаля и гостей турнира. И сказал, что организаторы сделали все, чтобы спортсмены, специалисты и болельщики чувствовали себя в России, как дома. Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи. Подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями. Надеюсь, незабываемое впечатление у вас оставит не только матчу любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом. Мы сделали все, чтобы наши гости, спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики чувствовали себя в России, как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA. Welcome to Russia. Он уже установлен и работает в тестовом режиме. Все 64 матча Мундиаля покажут на 144-метровом экране фан-зоны. Фестиваль болельщиков в Казани готовится принять сотни тысяч фанатов со всего мира. На этой площадке свои правила, и соблюдать их должен каждый гость. На входе осмотр личных вещей, под запретом оружия и любого вида наркотики, пиротехника. Как без проблем попасть на футбольный праздник, инструкцию подготовил Силават Мухамадуллин. Раскладной стул, лад для ногтей, контейнер, жидкости с емкостью больше 100 мл, еда, напитки, бумага. Все это под запретом на фестивале болельщиков. Собираясь на фан-фест с собой, лучше взять только документы, кошелек и мобильный телефон. Все остальное может вызвать вопросы. Вопросы начнут задаваться прямо на входе. За споры и непричинения здесь вас вправе не впускать на праздник футбола. Металлодетектор, осмотр сумок, все это в порядке вещей. Безопасность превыше всего. Отдельное внимание съемки с мобильных телефонов и планшетов снимать можно, но только не в коммерческих целях. Это на заметку блогера. Также собираясь сюда, позаботясь об интернете, раздавать Wi-Fi со смартфонов здесь запрещено. Все это ради вашей же безопасности. Каждый день на фан-фесте ожидается до 25 тысяч человек. Еще бы. Паспорт болельщика, билет на матч, аккредитация. Все это не нужно для входа на футбольное пиршество. Он бесплатный. Главное, хорошее настроение и любовь к футболу. Слава Тухамадулин, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. В ожидании большого футбола татарстанцы вышли на корпоративный кросс. 500 человек из ведущих предприятий республики. Нефтяники, химики, машины и авиастроители. Забраться на холм, переплыть грязное озеро, нырнуть в сток сена. Алина Мусина встречала на финише. Четыре, три, два, один, побежали! Стартуют под ободряющие крики болельщиков. Казанский вертолетный отстаивает спортивную честь предприятия. Не первый раз. Сложности не пугают. Секрет успеха в поддержке команды, говорят они. Трасса была нормальная, почти такая же, как в прошлом году. Были здесь значительные изменения, но благодаря поддержке мы прошли на ура. Кросс-корпорации в этом году в Казани объединил 80 коллективов. Ограничений по возрасту нет. В команде по правилам шесть человек. Из них две девушки. Как раз тот способ и та возможность подружиться, найти новые точки соприкосновения. Тем более спорт всегда объединяет. Мы рады, что территория наших районов стала этой площадкой. Надеемся, что ребята пройдут всю дистанцию. 500 работников со всего Татарстана. Здесь нефтяники и энергетики, машиностроители, управленцы и, конечно, студенты. Физически подготовлены. У нас команда очень активная, очень дружная и веселая. Так что мы возьмем первое место в любом случае. Как настрой? Очень классно. В этом году участникам пришлось преодолеть трассу длиной в 3 километра. На ней расположены препятствия разного уровня сложности. Например, гидронизация Каучука и подряд. Сиди. Нормально. Проходимо. Сиди лучше. Сиди. Сложно? Хорошая трасса. Очень хорошая. Очень? Почкова. Бревна, обшитые сеном траншеи и даже специальный бассейн к кроссу, подготовились основательно. Препятствия усложнили, а фиксация результата теперь более точная. Для этого участникам выдавали специальный электронный браслет. Чипы на липочке. Одевать лучше на ногу. Победителями среди малых и средних предприятий стали командой сетевой компании и Нижний Кас нефтихима. Среди непромышленных организаций ГТО Татарстана. Алина Мусина, Андрес Нитальцев, ТНВ, Казань. Обещанный праздник на День защиты детей, Болгарадио Сэй, телеканал Новый Век. Сегодня подарили концерт своим маленьким слушателям и их родителям. Перед этим для малышей, оставшихся без попечения родителей, провели экскурсию по казанскому зооботсаду. Завершением стал концерт симфонического оркестра в Кремлевском манеже. Выступление любимых артистов от Болгарадио Сэй. Сегодня казанский зооботсад превратился в концертную площадку. Вчера был дождик, завтра обещают дождь. Сегодня, смотрите, прекрасная погода. И мы думаем, что мы сегодня сделаем замечательный концерт совместно с нашими друзьями Болгарадио Сэй. Это тот самый праздник для детей, который был отменен из-за погодных условий 1 июня. Мы перенесли этот праздник из-за того, что было штормовое предупреждение. А так мы каждый год проводим его 1 июня, в День защиты детей. И уже это во что в традицию, так как праздник проводится примерно с 2006 года. Праздник получился не только для детей, а по-настоящему семейным. Кто-то даже нарядился по случаю похода в зоопарк. Мы приехали из Лаевского района с семьей, чтобы отдыхать на этот праздничный концерт. Настроение у меня очень хорошо, мне очень весело. Тут так, ну, очень интересно. Мне очень нравится такой веселый праздник. Мне понравилось, что так тут весело и громко. А вот Эвелина Гельмулина после зоопарка пришла на симфонический концерт вместе с приемной мамой. Здесь телерадиокомпания «Новый век» организовала представление для детей, оставшихся без попечения родителей. Там был бегемот, но мы его не увидели полностью, потому что он спрятался под водой. И мы видели оленя, а я кормила овечек. Куда-то гулять ходить, время не так много есть. А тут хоть куда-то собрались и поехали. Это не просто концерт оркестра. Чтобы привлечь детскую аудиторию, музыканты играли саундтреки из японских мультфильмов. Сами ленты транслировались на экране. Дети синтез искусств оценили. Это было видно по их лицам. Альбина Слагараева, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Детский канал ШАЯН-ТВ круглосуточно. Сегодня об этом сообщили потенциальным зрителям. Презентация прошла во время детского праздника «Я люблю Кремль». Напомним, вещание детский канал начал с 1 февраля, но в тестовом режиме пока 30 минут в сутки. Круглосуточным ШАЯН-ТВ станет в октябре этого года. Выступления юных инспекторов движения, творческие мастер-классы, литературные викторины и рок-концерт. И это только часть программы фестиваля «Мы любим Кремль». Который прошел в Казани. Дети на празднике не забыли и о предстоящем чемпионате мира по футболу. Воспитанники одного из детских объединений собрали автографы гостей фестиваля в поддержку нашей сборной. «Мы проводим такую акцию к чемпионату мира по футболу, чтобы детки, гости и взрослые жители города Казани поставили свою подпись на нашем мече». Картина «Маслом». Деревня Адав Толумбаева Буинского района стала домом для художников со всей страны. Именно здесь проходит всероссийский пленэр. Живописцы ищут вдохновляющие виды, чтобы написать их с натуры. А местные жители с любопытством рассматривают холсты, на которых рождаются знакомые улицы. Какого художника вдохновило озеро, а какого деревенские дома? Лина Зинатулина. «Те же ворота, посмотрите, там сколько оттенков». Чтобы изобразить богатую деревенскую палитру, самые разные краски смешивает и челнинский художник Александр Черный. В деревню Адав Толумбаева он впервые, но сразу нашел виды по душе. «Я лично люблю деревни писать. Не водоемы, а деревни больше. Нас привлекает цвет дерева, понимаете, старинный, чтобы оно выгорело». «Ручная работа, смотрите, красота какая». Из-под кисти узоры резных наличников, а вместо холста старый кусок ДВП от кого-то из местных. Ведь все свои лениногорские живописицы Смударис Менгазов уже и списал. Жажду творить сельчане только поддерживают. «Холодно, правда, руки мерзут, но жильцы этой деревни такие гостеприимные. Они нам одежду выносят, чапят, приглашают». На деревенском пленэре 20 художников. Татарстан, Самар, Чебоксары, Ижевск. Народный художник Удмуртии Валентин Белых со своей мастерской на колесах расположился прямо на берегу. Второй день пишет пейзаж старого русла Свияги. «Хочется разнообразия. Я вроде Удмуртию всю знаю, вдоль и поперек объездил. Но хочется посмотреть другие места. Но это не самое главное. Самое главное – общение с художниками, с коллегами». Всевозможные пейзажи, а где-то и портреты местных жителей. Готовых работ уже больше 60, а пленеру продолжаться еще неделю. Холсты, которые уже обросли рамками, останутся здесь. Художники по одной своей лучшей работе подарят деревне. «Оставляют 20 картин. Это минимум. Сейчас можно сразу создать галерею. Уже сразу идея пришла. Надо галерею создать. И они предложили, если это будет успешно, пленер, зимой приехать». Зимой художники мечтают познакомиться с Адав Тулумбаево еще ближе. Ведь какие старинные диковинки могут хранить эти домики и какие колоритные портреты можно написать с их гостеприимных жителей. Ленезина Анатольевна, Данил Филатов, ТНВ, Буинский район. Мечети и мельницы из спичек и палочек для мороженого. Превратить кусок дерева в произведение искусства – давнее хобби жителей села Нурлаг Буинского района. Резьбой по дереву Ильгиз Гениатуллин занимается почти 20 лет. Сейчас в его шкафах и полках стоят более сотни различных поделок. В мастерской умельца побывала наша съемочная группа. Мастер ловко орудует инструментом. Из деревянных рейд получаются резные ставни для очередной мечети. Заняться изготовлением деревянных изделий Ильгиз Гениатуллин, по его словам, решил спонтанно. Все идеи выдумывает сам. Деревомка как-то живой же она, вот живой, вот сгибаешь, она возвращается в свое место. Камень тоже живой, по-моему, по-моему, вот так я думаю. А остальное вот как-то железо, алюминиевое, что-то другое. Еще недавно для изготовления мельниц и мечетей мастер использовал обычные деревянные школьные линейки, палочки для мороженого и спички. Сегодня же пиломатериал добывает сам. Перестал брать линейки, потому что дорого и некачественное дело начали, честно говоря. Сейчас шклонок себе купил. Уже сам делаю как материал, какой нужен, такой вот делаю. В среднем на изготовление одной мечети уходит около 15 дней. Затем она покрывается лаком или же остается натуральной. Недостатков желающих приобрести ручную работу у мастера нет. В последнее время появились заказы от бывших выпускников. Однокрасники собираются, а идти уже некуда. Школы нету. Приходят, вот что-то же дают, небольшое дело с классами. И они выставляют, где клубы сидят, где чего, и ищут свои классы там. Перед предстоящим сабантуем Ильгиз Генятуллин перебирает свой ассортимент. Его деревянные изделия всегда пользуются спросом, особенно у гостей праздника. Они не прочь увезти с собой на память сувенир от буинского мастера. Светлана Завнарева, Наталья Смирнова, Камаль Менигалеев, ТНВ, Буинский район. В Челнинском зоопарке пополнение. В семействе пятнистых оленей появились два малыша. Своих детенышей родители посетителям показывают неохотно, нервничают и прикрывают их своими телами. Парнокопытные живут в зоопарке около пяти лет. Условия их пребывания максимально приближены к естественным. Среди восьми оленей один самец. По словам работников, ухаживающих за животными, олени – заботливые родители. И на этом у нас все. Далее в выпуске прогноз погоды. Я же прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok И я вижу этот результат на себе. Коллаген Либридерн доказана наукой, проверена мной. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр Марка Ниссан. Только в июне заберите свой Ниссан без дилерской наценки. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Новый день. Новые улыбки. Любимая работа. Но иногда мы не замечаем, что все это немного сложнее для людей с ограниченными возможностями. В Татарстане насчитывается более 80 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Хватит мечтать. В автоцентре Марка пора покупать. Только до конца июня японский датсун Ондо. Всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки 3 семерки. Удачная подсечка. И вот она награда. Но все начинается с подготовки. Выбери самые необходимые снасти там, где разбираются в снаряжении. В магазине подсекай. Детская офтальмология. Аппаратное лечение. Клиника Кузляр. Заморская. Сува. Пошли. Не удавай. Елмай. Натуральное масло Елмай в магазинах Августина. Спешите. В 2006 году я вышла замуж за одного человека, который растратил мои деньги. На мои деньги купил квартиру. Потом стал меня выгонять. Лежала, смотрела передачу, увидела единый центр защиты, позвонила. И мне взялись помочь. Единый центр защиты. Звоните. Поможем. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июне со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики будет пасмурно. Пройдет дождь. Температура воздуха составит плюс 13 градусов. На северо-востоке по-прежнему ожидается дожди. Там температура воздуха составит до 13 градусов тепла. На севере Татарстана похожая картина. Облачно с дождем плюс 13. На северо-западе тоже не обойдется без осадков. Там температура воздуха составит до 13 градусов тепла. На юго-западе республики облачно, дождь и около 12 градусов выше нуля. В центре Татарстана пасмурно с дождем плюс 13. Выставки «Мир динозавров и веселые мультяшки» открылись в Терце Южной по адресу Казань, проспект Победа, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных. Приглашаем в Терце Южной на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения. Ударно-волновую терапию и плазма-лифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани в предстоящие сутки будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха составит около 14 градусов тепла. Ветер северо-западный – умеренный. Атмосферное давление составит 748 мм втутного столба. Влажность воздуха – 59%. Магнитное поле земли спокойное. Спонсор выпуска – клиника «Фарм-Т». Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли операций на израильском аппарате «Термекс». Телефон в Казани – 292-66-77. Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292-66-77. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова